Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников, фотографов Джоанна Мэри Бойс в замужестве Джоанна Мэри Уэллс, английской художницы. Родилась 7 декабря 1831 года в Лондоне в семье бывшего виноторговца, младших сестра художника Джорджа Питера Бойса. В своем творчестве, как ее брат, разделяла эстетические позиции братства при Рафаэлли. Была знакома с Рассетти, поступила в художественную академию Фрэнсиса Стивена Керри, затем обучалась в государственной школе рисунка в Лондоне. Переехала в Париж для дальнейшего совершенствования в живописи под руководством Тома Кутюр. В самых ранних работах полностью раскрылся ее талант. Впервые участвовал в выставке Королевской академии художеств, где представил свою картину Эл Гива, которую один из виднейших представителей прерафаэлитизма Форд Мэддес Браун назвал лучшей экспозией. Кстати, Джон Рёскин, знаменитый художественный критик и теоретик прерафаэлитизма, также отмечал незаурядные качества этой работы. Работ мало и информации мало я беру. То, что мне удалось найти здесь в переводной википедии. Была замужем за Генри Уэлсоном, художником и издателем Saturday Review. Он, кстати, предложил ей написать несколько обзоров европейских выставок для газет. Написала большую картину на тему крестового похода детей, выставленную в Королевской академии художеств в 1859 году. Прекрасная портретистка, пейзажист, автор ряда жанровых и исторических полотен. Умерла в Лондоне в возрасте 30 лет, в 1861 году из-за осложнений после рождения третьего ребенка. Уильям Рассетти, знаменитый критик, назвал ее лучшей в среде живописцев, когда-либо державшей кисть в женской руке. Но значительная часть творческого наследия художества погибли во время бомбардировок Лондона, во время Второй мировой войны. Ну, вот все, что мне удалось найти и, в общем, и работ не так много о Джоане Мэри Бойс, английской художнице. Все, всем пока, всем привет, до свидания.